Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и с появлением у нас нового режима Gravitizing разработчики выложили на продажу индивидуальный наборчик, который у вас появится если вы сыграете хотя бы один бой в новом режиме. В этом наборе у нас две ВКшки, 168-я, 01-п и 45-03. Вы можете взять себе по отдельности данные машинки, в составе набора будут входить у вас каму, открытое все оборудование. 3,5 тысячи за 45-ку и за 168-го вы заплатите 5,5. В принципе тот же самый набор, только каму другой. Или можете взять за 8,5 тысяч в составе набора, но здесь уже вам будут добавлены еще X5 в количестве 15 штук на каждую из этих машин, аватарчик и 30 дней према. Но стоит ли покупать, в частности, ВК 168-01-п только лишь для того, чтобы катать его в двух режимах? Или может он способен играть и в рандомных боях, так чтобы приносить удовольствие и дополнительный заработок в виде серебра? С этим сегодня будем пытаться разобраться, в данном видео сделаем абсолютно честный обзор на 168-го, разберем его на болты и гайки и посмотрим, чего он стоит в современных боях и, в принципе, интересно ли на нем играть, а меня это интересует больше всего. Перед тем, как с вами начнем, друзья мои, уведомляю, что ли, да, или ставлю вас в известность о том, что если вы подписчик моего канала с открытой подпиской, то участвуйте в розыгрыше премиумной машины. Какой премиумной машины? Ту, которую вы выберете себе сами из списка, который есть в описании к данному видео. Как поучаствовать? Начиная с этого видео и до завтрашнего стрима, который состоится 21 июля вечерком, вы можете оставлять свои комментарии под видео, писать, что вы о них думаете, писать, что вы думаете о теме самого видео, не менее 7 слов в комментарии с указанием вашего игрового никнейма и ID, ну и, соответственно, таким образом регистрируйтесь на розыгрыш, главное, чтобы у вас была открытая подписка. Таким образом мы разыграем 3 премиумных машины. Еще одна машина сейчас разыгрывается у меня в Дискорде. Заходите ко мне на Дискорд, соглашаетесь с правилами сообщества, опускаетесь вниз, выбираете себе раздел розыгрышей и там просто нажимаете на фиолетовую клавишу. Таким образом вы автоматически регистрируетесь на розыгрыш одной из указанных премиумных машин. Ну и пятую машинку мы разыграем непосредственно на самой прямой трансляции, поэтому милости просим к нам в гости. Да и вообще, ребят, заходите на Дискорд, там много всего интересного, там есть с кем пообщаться, там можно ознакомиться с новостями игры, там можно посмотреть новости канала, какие видео выходили не только для того, чтобы ничего не пропустить. Всех жду в гости и спасибо большое за то, что поддерживаете канал и его развитие. Ну а сейчас возвращаемся к ВК 16801П. Безусловно, сейчас, пока не забыл, поменяем на обычный режим боя, потому что я хочу затестить машину непосредственно в рандомных боях. В гравитайзинге машина себя, как я уже сказал, показывает довольно неплохо. Что касается вооружения. По вооружению вообще ничего интересного, вот серьезно. Время сведения 3.8, разброс практически 0.4, урон в минуту даже до 2000 не дотягивает на восьмом уровне, время перезарядки просто конское, с учетом даже установленного оборудования амуниции целых 14.5 секунд. При этом, да, хорошая альфа в 460, но все же далеко не то, чего мне бы хотелось. И что касается бронепробития, то 220 в принципе терпимо, пускай не идеально, но играбельно. Угол склонения орудия вниз минус 8, но легче от этого по большому счету не становится. Есть огромная комбашня, есть нижний бронелист, да и вообще, честно говоря, здесь особо по броне рассказывать нечего. Он очень сильно похож на Маушена, он очень сильно похож на Мауса, и в принципе это такой себе Маушен, которого немножко понерфили и спустили на уровень ниже. Ну вот как-то приблизительно так. Вот так выглядит его броня, как я и говорил, нижний бронелист страдальческий, верхний бронелист, да, хорошо забронированный. Башня довольно неплохо забронирована, но вот эта комбашня размером, блин, я даже не знаю со что, ну не знаю, ведро на ведре что ли, или огромный таз какой-то. Зачем это сделали, я не совсем понимаю. Что касается того, что меня больше всего смущает, потому что у нас, ну, это наличие ВК-101П проходной машины, но здесь, ребят, по броне, в принципе, все то же самое, только комбашня хоть как-то лучше забронирована. Есть скосы по башне здесь, тот же самый страдальческий бронелист и немножечко лучше броня даже в верхнем бронелисте. И это, ребят, проходняк. И что самое еще обидное, что у этих двух машин еще и орудия полностью одинаковые. Как вы видите, они не отличаются абсолютно ничем. Есть немножечко разница по сведению, но я, честно говоря, прям совсем принципиальной разницы не ощутил. И та, и другая машина обладают крайне скудной подвижностью, и это просто уныние какое-то кататься на них по картам. Ну и что касается процентов по победам, то они тоже, в принципе, рядом находятся. Есть огромное количество на восьмом уровне машин, имеющих и гораздо выше процент по победам. И, как вы видите, по ДПМ, допустим, огромное количество машин есть, которые преобладают над этими тачками. Короче говоря, практически во всем всегда они уступают практически всем. Но, не знаю, может быть, в них есть какой-то отдельный шарм. С этим попытаюсь разобраться сейчас, заценивая машину непосредственно в самой катке. Но мне почему-то кажется, что, как обычно, машина покажет себя крайне уныло. Да, пускай у нее есть броня, но я не уверен, что это единственное, чего хотят игроки. Мне, допустим, очень сильно не нравятся вялые, малоподвижные машины, которые при этом еще и сложно реализовать в отношении настрела. Это получается тогда непонятно, за что страдаешь. Одно дело, когда ты ездишь на какой-нибудь машине, которая хорошо забронированная. Но при этом она наносит хороший урон, да, то есть имеет нормальный ДПМ. Пускай ты не везде успел дотянуться, да, пускай ты не успел реализовать свой ДПМ, именно из-за того, что не доехал вовремя туда, куда хотел. Но все же ты можешь его реализовать хоть как-то. На этой же машине ни ДПМа нет, ни возможности доехать в какой-нибудь замес. Да, ты можешь встать где-нибудь в каком-то проезде, стоять там монолитом и надеяться на то, что твою ком-башню размером с эльфи-левую башню не выцелит никто. Хотя, ребят, выцеливают абсолютно спокойно, абсолютно без каких-либо проблем. Мне, честно говоря, ВК 168.01 не нравится абсолютно. Может, это мое какое-то предубеждение. Но в то же время, ребят, я не отношусь к тем танкистам, которые считают, что Маус это ненужная машина в игре. Я не хаю его абсолютно. Да, я говорил по поводу того, что самая плохая проходная девятка из тяжелых танков это Маушен. Но все-таки, ребят, не на восьмом уровне должна быть вот такая вот машина, которая практически ничего не может. ТТ я не знаю, по какой причине сейчас, с учетом перевеса в наличии тяжелых танков у соперника. То есть, получается, у нас на один тяж больше. Плюс есть я, который может отыгрывать от верхнего бронелиста, который может отыгрывать от башни на неровностях. И стать вот там вот возле мостика могу вполне спокойно и сдерживать долго и нудно всех врагов, которые будут пытаться меня разбирать. При этом, если я буду грамотно мансить вперед-назад, они и комбашню на таком расстоянии не выцелят. И при этом всем тяжелые танки решили поехать почему-то на левую сторону. Не совсем понимаю, в чем суть принятого решения. Но раз союзники так решили, то лучше я поддержу союзников, чем в нагую попрусь как-то там держать глухую оборону, с которой, скорее всего, я сам-то и не справлюсь. Все-таки двух тяжей выдержать с моим временем перезарядки это то еще занятие. Так, ну что, давайте попытаемся. Не знаю, правда, к чему это приведет. Меня абсолютно никто не поддерживает. Ну, не то, чтобы я прям сильно сидел и плакал, что меня никто не поддерживает и никому не нужен. Но все-таки, ребята, игра-то командная. И хотелось бы, чтобы команда как-то присутствовала в бою. Так. Ну, едь сюда. А что остается? Сомуа решил пока на перезарядке поехать краями. Так, ну, вроде бы пока неплохо получается. Эх, сейчас бы в гравитацию дозадавить тебя хорошенько своим авторитетом. Так, ладно, ускоряем перезарядку, потому что не очень надо сейчас его успеть добрать до того, как ко мне сюда приедут. Угол склонения, падла. Так, есть. Ну, хоть что-то сделал. Теперь попытаемся развернуться. Ну, нет, ребят. Ну, серьезно. Геймплей крайне, крайне нудный, крайне скучный. Он медлительный до безобразия этот танк. И, по большому счету, выдавать какие-то хорошие результаты навряд ли получится. На экранах сейчас, допустим, Action X, который обладает классной подвижностью, который обладает очень ДПМным орудием, крайне скорострелен, получает довольно неплохо непробитие, особенно в башню. И при этом всем, ребят, да, он стоит дороже, но он, по крайней мере, не знаю, фанит как-то. Точнее, даже не как-то, он довольно серьезно фанит. Тот же самый Сомуа. Тот же далеко не самый худший танк. Я бы сказал, что один из лучших в отношении барабанных машин на уровне. Ну, короче говоря, ребят, не знаю. Мне кажется, что пускай машина и дешевая, но все-таки это не самый главный показатель, руководствуясь которым необходимо принимать решение в отношении приобретения себе тачки в ангар. Все-таки хотелось бы, чтобы машина давала чего-то больше, чем просто низкий ценник по предложению в магазине. Сейчас посмотрим на результаты, обязательно зайдем в следующий бой, попытаемся машину, возможно, как-то по-другому реализовать. Может, с поддержкой команды играться будет как-то по-другому. С другой стороны, абсолютно не напрягаясь, не страдая 2150 единиц урона именно благодаря хорошей альфе. Здесь вопросов нет. Но все же, ребят, фана какого-то я от машины не получил. Фарм, да, с учетом прем-аккаунта есть. Что касается без учета прем-аккаунта, то я больше чем уверен, что там будут совсем другие цифры. Давайте опустимся, посмотрим. Всего лишь 30 тысяч, ну пускай 31, я бы сейчас вывез, если бы прем-аккаунта у меня не было. Не знаю, ребят. Пока мне лично не заходит, но не заходит сугубо на каком-то таком, знаете, внутреннем уровне удовлетворенности самой машиной. Что касается того, чтобы там фаниться в режимах, окей. Что касается того, чтобы фаниться в рандомных боях, ну не знаю. Может под какое-то, знаете, такое унылое настроение, когда тебе не хочется никуда ехать, не хочется ничем заниматься. А тебе достаточно просто прокатиться по карте метров 50-70, застолбиться там, я не знаю, в каком-нибудь проезде в городе. И в принципе, вот так вот отыграть полностью весь бой. Ладно, сейчас зайдем в следующую катку и затестим еще в одном бою, для того, чтобы понимать, как в принципе играется машина в среднем от боя к бою в обычных рандомных боях. Так, ну что, мои друзья, поехали. Едем сейчас через низ. Почему именно так? Ну, я принял решение ехать таким образом по двум причинам. Первая, у меня скудная скорость, а значит ехать какими-то там окольными путями у меня просто нет времени. Вторая причина заключается в том, что у меня крайне хреново забронирован нижний бронелист. И, соответственно, я попытаюсь вот здесь, вот на этой позиции, отыграть по началу от верхнего бронелиста и от башни. Пытаясь таким образом прятать как раз страдальческую зону. Что касается подвижности, то подвижность не очень хорошая. Что касается времени сведения, то в целом, ну так знаете, с натяжкой, терпимо. Я бы не сказал, что хорошо, я бы не сказал, что приятно. Просто можно этот вопрос перетерпеть. Что касается точности орудия на дальних расстояниях, то здесь, ну, навряд ли получится прям заценить. Разве что кто-то действительно из соперников заимеет желание подставиться. В чем я лично сомневаюсь. Так. Ну, давай, поднимайся быстрее. Да, нашел кому это сказать. Так, вот здесь сейчас должен быть засвет явно. Хотя бы один. Ну, давайте. Где? А, ребят, так здесь еще и снаряд медленно летит. Я, честно говоря, в таблице-то не посмотрел. Так, ускоряем перезарядку. Пока там нашего Т-29 разбирают и есть возможность хоть в кого-нибудь прицелиться. Долговато летит снаряд, а значит упреждение необходимо давать довольно-таки серьезное. Ну, вот вам, пожалуйста. Смотрите, как пробил четенько. То есть, как, в принципе, тут практически не становись, а выцелить-то тебя все равно смогут. Так. Ну, давай. Давай обменяемся с тобой приветствиями. Косо, ребят. На дальних расстояниях действительно орудие косое. Но, в целом, я не удивлен. Там разброс практически в 0.4. И при таком разбросе рассчитывать на то, что танк будет при этом точным, ну, это глупая. Глупая затея. Так. Вот этого товарища надо отправить. У меня хватит альфы. Главное, чтобы... Сглазил. Хотел сказать, главное, чтобы точность не подвела. И вот она как раз меня сейчас и похоронила. Так. Поехали. Запас прочности есть. Я хочу все-таки как-то наглануть и хоть что-то попытаться сделать. Попрошу о помощи. Не знаю, будут ли мне желающие помочь. Пробития недостаточно. Вот, ребят, серьезно. Я сейчас... Хищника реально там попробую выцелить. Да нет, ребят, машина очень скучная. Серьезно. Да простят меня разработчики, наделившие меня пресс-аккаунтом, за мою честность. Но я не могу рекомендовать данную машину к приобретению. Разве что, вот, сугубо для того, чтобы в режимах покатать. Серьезно. Во всех остальных отношениях машина очень нудная, очень скучная, малореализуемая, сложно реализуемая. Потому что тебе необходимо, блин, пытаться куда-то доехать, пытаться что-то сделать. И при этом рассчитывать только на свою команду. Живучесть машины, да. Окей, вопросов нет. По запасу прочности здесь все великолепно. По тому, сколько тебя будут разбирать времени в бою. Тоже все, в принципе, предельно ясно. Особо быстро разбирать тебя никто не будет. Но, ребят, все равно. Если рассматривать машину именно как способ получения удовлетворения от игры, то эта тачка однозначно зайдет далеко не всем. Ну, прям совсем-совсем далеко не всем. 1524 единицы нанесенного урона. При этом знак классности третьей степени. При этом получаем фарма 34 тысячи с учетом прем-аккаунта. И с учетом всего, что мы там попытались сделать в бою, третье место в команде по урону. Машина вообще никакого отношения не имеет к веселью и удовлетворению от игрового процесса. Вот просто они, эти два понятия, а именно ВКМ 16801П и ФАН, между собой знака равенства однозначно не имеют. И перевес однозначно в пользу того, чтобы ради удовольствия игры в рандомных боях данную машину себе не приобретать. Если вы за честные обзоры, если вы за честность автора, если вы хотите знать, на что вам действительно стоит потратить вашу кровную голду, а я знаю цену кровной голде, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, прожмите колокольчик, только убедитесь, что у вас вот так выбраны все уведомления с моего канала, для того, чтобы ничего не пропустить. Я стараюсь ради вас, пытаюсь быть вам полезным и надеюсь на вашу поддержку в развитии моего начинания. Спасибо вам большое за просмотр, грамотных вам покупок, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.